Чуваки, такую новость сегодня для вас подготовил, культурно выражаясь, фекалий против урины. Apple против Фортнайта и Эпик Геймс. И это отнюдь не простой инфоповод, ради которого я решил записать видео. Я практически никогда не записывал видео, какая бы громкая новость не произошла. Просто это событие напрямую влияет на ваши карманы. Если у вас есть мобильный телефон, то это на вас будет влиять. Краткий экскурс. Существует такая превосходная игра, как Фортнайт, и многие знают, что я сейчас говорю без иронии. Но неважно, у нее есть мобильная версия, есть она на Android и iOS. И издатель Фортнайт, Эпик Геймс, был недоволен адской комиссией Apple Store 30% с каждого доната. На что хитрецы решили пойти, собственно, хитрым путем обойти эту 30% комиссию, перенаправляя игроков покупать через другой сайт. Тем самым нарушив одно из важнейших соглашений с App Store, за что и были к чертовой матери выпилены из App Store. А вот антимонопольный комитет США с вами такое сделает. Спойлер, ничего он не сделает. Помимо этого, они ответили Apple социальным роликом с хэштегом FreeFortnite, и, к сожалению, основной контингент игры не уловит отсылки. Во-первых, это отсылка на ту старую Apple эпохи Стива Джобса, когда они создали рекламный социальный ролик по мотивам 1984, который был против компании IBM. Что интересно, сегодня Apple ничем не лучше IBM того времени, с которыми они и боролись. Ситуация серьезная, Apple неспроста банит аккаунты в Твиттере, которые используют хэштег FreeFortnite. По этому поводу высказался также Павел Дуров, которому тоже не нравится политика Google, Apple. Он признался, что является фаном Фортнайта и, в принципе, свободы. Что неудивительно, потому что он анархокапиталист, и, в принципе, налоги, монополия. Ему все это не нравится. Правда, при анкапе монополия неизбежна, потому что все, что сейчас может остановить Apple, не рынок, не покупатель. Именно государство сейчас может утихомирить Apple, если они захотят. Он сказал, что оскорбителен для человечества тот факт, что Apple держит разработчиков и издателей уже 12 лет в рабстве. Что-то мне это напомнило. США давно занимается усовершенствованием антимонопольного законодательства. Вообще, вопрос монополий и злоупотребления монопольного положения касается далеко не только Apple, но и всех IT-гигантов. Совсем недавно конгрессмены США вызвали на слушание Тима Кока, Цукерберга, Джеффа Безоса и директор Гугла, никто не знает его имени. И буквально отчитывали их за монополию, за использование своего положения и так далее. Кстати, на этом слушании многие подозрения оправдались. Джефф Безос не исключил, что Amazon может использовать данные компании, которые торгуют через Amazon, чтобы улучшать собственную продукцию. Да, Amazon это агрегатор. Вы маленькая компания, туда приходите продавать свои товары, а Amazon использует ваши данные, вашу статистику, ваши товары, чтобы совершенствовать свою продукцию. И Amazon очень давно выпускает свою продукцию, от книг до электроники, периферии, всего чего угодно, хоть аксессуаров. В этом видео я говорю только про Apple, но далеко не только Apple этим злоупотребляет. Google вообще не лучше. Не просто так, Fortnite появился в Google Play аж в 20-м году. Спустя два года, как он в принципе вышел, они пытались до последнего бороться с Google. И да, эту войну они проиграли. Рубрика удивительных фактов. На Алиэкспресс во время акции 11.11 россияне закупились на 17 миллиардов рублей. Это выходит по 350 миллионов рублей в час, потому что скидки и потому что выгодно. Скоро приближается вторая по масштабности распродажа, которая пройдет с 24 по 28 августа. Где скидки будут еще больше, чем в первой. Ведь продажи упали, а кушать хочется. Вам остается выбирать только нужные товары, например, подсветку для унитаза или костюм Пепе. Главное, активировать кэшбэк от Letyshops. Кстати, у них есть опция «Горящий кэшбэк», которая позволяет делать кэшбэк в несколько раз выше. Например, на период акции кэшбэк будет повышен в 5 раз. До 25%. Но количество активации ограничено, и есть пару часов на совершение покупки. Найти «Горящий кэшбэк» можно на главной странице Letyshops, активируете его тут и переходите на магазин. Кстати, за каждый кэшбэк с Алиэкспресс с 17 по 31 августа вы получаете билеты и участвуете в розыгрыше. 100 призовых мест по 100 долларов и одно на 1000 долларов. Больше билетов – больше шанс выиграть. Ссылка в описании. Регистрируйтесь, экономьте и участвуйте в розыгрыше. Купите чехол за бакс, а сможете выиграть 100. Давайте теперь разбираться в ситуации, а справедливо ли это? Apple – это гигантская корпорация с сервисами и техникой, которой пользуются сотни миллионов людей. Влияние этой корпорации на рынок, на общественные отношения, на мировую культуру. В принципе, выходит за рамки влияния любой другой частной компании, которую вы знаете. Эта компания, ну не только Apple, Microsoft, Google и другие, они формируют рынок, определяют его тренды. Согласитесь, что, ну сложно их называть в привычном значении частными компаниями. То, что вас сегодня банят на Твиче, то, что повестка практически в любой игре, во что превратились сериалы и так далее, это все диктует якобы частные компании. Это не политика Америки, это политика якобы частных компаний. И что интересно, американские политики, конгрессмены, кандидаты в президенты заигрывают с этими частными компаниями, чтобы получать от них поддержку. Они уже стали как государство. Поэтому кто бы что и сколько мне не говорил, это не частные компании, это уже микрогосударства. Прозвучит, наверное, по-марксистски, но это та монополия, которая уже потихоньку становится государством. Вообще говоря про марксизм, коммунизм в экономическом смысле, нередко они действительно хорошо идентифицируют проблему. Но решение, которое они предлагают, зачастую это избавиться от монополии еще большей монополии. Это не выход. В чем главная проблема? Вы платите не просто за покупку приложений, но и комиссию оплачиваете за каждую внутриигровую покупку. Каждая золотая монетка, каждая подписочка, каждая песенка, вы за это платите дополнительно. Порой потому и получается, что подписываясь на какой-то канал через iOS, вы платите больше, чем кто-то, кто подписывается через Android. Потому что другая монополия, Google не будет же с себя взимать комиссию, правильно? Не будет этого делать и Apple со своими сервисами в App Store. О чем я говорю? Год назад Spotify обращались в антимонопольный комитет Евросоюза, жалуясь, что Apple вынуждает платить 30%, тем самым вынуждая сервис поднимать свои цены. И это нарушает антимонопольный фэрплей, потому что тем самым Apple делает более привлекательными цены в своей Apple Music. Если же разработчики начинают искать ухищрения, Apple понижает приложения в поиске, либо отключает их от Siri, либо вовсе удаляет из App Store, как это сделали с Fortnite. Да, в прямом смысле Apple шантажирует и выжимает деньги из разработчиков и издателей. И именно с помощью этой монополии в виде App Store Apple лоббирует свои приложения. В целом, здесь будет очень важно объяснить, насколько для Apple важна цифровая дистрибьюция и сколько они с нее получают. В прошлом году доход от сервисов, в которые входит и App Store, собственные сервисы типа Apple Arcade, Apple Music. Комиссия других приложений это составила 21% общей выручки Apple, что больше 12 миллиардов долларов. Я не перестаю восхищаться Apple с точки зрения менеджмента, прибыльности и так далее. Всякий раз, когда мне для подготовки ролика надо обращаться к статистике Apple, к их графикам, доходам, прибыли и так далее, это фантастика, их менеджеры просто великолепны. Возьми что-то у Apple отдельно, это будет гигантская и суперприбыльная компания. Apple может прекрасно существовать, продавая только одни айфоны или только одни айпады. Продавая всего лишь две модели наушников, Apple является самым популярным производителем наушников в мире. То, что они делают, это гениально, их акционеры просто рукоплескают, но не об этом. Да, доход от сервисов Apple растет с каждым годом, в прошлом году он составлял лишь 10 миллиардов, в этом 12. Выручка растет, процент от общей выручки компании тоже растет. Кстати, это может привести к позитивному эффекту. Устройства Apple начнут дешеветь, потому что они поменяют модель. Они будут зарабатывать не продавая железо, а продавая доступ к их сервисам. iPhone 5 SE не случайно существует, или iPad не Pro, потому что это входной билет в мир сервисов. Но не стоит ожидать значительного понижения цены, потому что опыт Sony в свое время, когда они продавали PlayStation 3, по заниженной цене, чтобы окупать через игры, он был не самым удачным. Я не торопился снимать это видео, потому что я хотел узнать, как же Apple отреагирует на весь этот скандал. Ответили. Чтоб не исказить, я даже зачитаю. Мы очень хотим оставить Epic в нашей программе для разработчиков, Apple Developers. Мы не будем делать исключения для Epic, поскольку не считаем, что правильно ставить ее интересы выше правил платформы, обеспечивающих безопасность пользователей. Apple... Э... Эппел. Такие оговорки возможны только при записи видео. Как это работает, я не знаю. Apple намекает, что их система выжимания 30% это на самом деле благо, потому что она обеспечивает вашу безопасность. Что интересно, кстати, 30% комиссия распространяется только на цифровые товары. Именно поэтому, когда вы заказываете такси или там еду, это не списывается. По заявлению Apple, Epic Games должны выпустить обновление, чтобы соответствовать правилам, и дала срок до 28 августа. Иначе они просто удалят их аккаунт из App Store. Epic Games, в свою очередь, сказали, что будут обжаловать это все в американском суде. Чем все это закончится, не совсем понятно, но шантажировать Apple и заставлять Apple идти против своей политики, это бесперспективное мероприятие. Если есть хоть что-то, из-за чего Apple готовы лишаться денег, это только их собственные принципы. Конечно же, в этой ситуации я полностью за Epic Games. Они уже с одной монополией пытаются бороться под названием Steam, и это получается очень успешно. Хотя, изначально, когда появился Epic Games Store, ПК-плебс начал ныть. Ой, а как же мои вообще никому не нужны ачивки в Стиме? А как же моя библиотека из тысячи вообще никому не нужных игр, купленных на распродаже? Я не хочу переходить на новый Store и так далее. В итоге, они создали весьма неплохую конкуренцию, где буквально засыпают интересными предложениями, дают эксклюзивные какие-то доступы к играм, и Steam начал шевелиться. И Steam начал делать скидки в плане комиссии, и разработчики стали платить меньший процент. Следующая, конечно, напрямую вряд ли связана, но точно сыграла немаловажную роль, потому что, да, эта игра бы вышла, но гораздо позже, скорее всего. Я говорю про Half-Life Alyx, как-то она неожиданно вышла, сразу же после того, как Steam начал бодаться с Epic Games Store. Конкуренция — это прекрасно, это благо, так работает капитализм, в конечном счете получает только пользователи. Если это не какая-то гиперконкуренция, но тут же макроэкономика, давайте не про это. Теперь от фактов к дискуссии. Является ли все это несправедливым? То, что Apple за обход их платежной системы отключает Fortnite от общей сети. И апологет и Apple вполне очевидно могут сказать, что да, имеют право. Потому что Apple создала свои устройства, которые абстрагируемся от всего. Они популярны, они пользуются спросом, потому что они чем-то лучше других устройств на рынке. Их устройства на свободном открытом рынке, где масса конкурентов покупают огромными количествами. И так и работает капитализм, что покупают у того, кто лучше предлагает. При идеальном капитализме и богатеет тот, кто удовлетворяет наибольшее количество интересов. И на этих устройствах у них есть собственный магазин приложений, которые уже существуют без конкуренции. Вы не сможете легально и законно установить другой магазин на свой iPhone. И в этом магазине Apple устанавливает свои условия, повышая им комиссию, из-за чего вынуждает их повышать цены, но при этом своим собственным ресурсом она цены не повышает. В конечном счете, кстати, за все это платит покупатель, но не о нем сейчас. И с одной стороны, хочется ответить, что да, они имеют право, они создали популярные устройства и заслуженно имеют право на своих устройствах устанавливать свой магазин и устанавливать в него свои правила. Это все было бы справедливо и применимо, если бы Apple была, ну хотя бы раз в 20, меньше, чем есть сейчас. Когда компания не имела бы настолько весомую часть рынка, когда компания не была бы настолько влиятельна, что в экономическом, что в культурном плане, тогда это было бы справедливо, не сейчас. Поэтому я надеюсь, что антимонопольный комитет поставит Apple к стенке и заставит снижать процент. Монополия Apple приносит гораздо больше проблем, чем может показаться. Она скупает бесконечное количество стартапов. Apple это первая компания по покупке стартапов. Как IT-компания, Apple уже давно ничего не изобретает, она просто скупает стартапы. Любой сервис, хоть ту же Siri, куда ни ткните, все это куплено и переименовано. Главная во всем этом проблема, что таким образом они скупают потенциальных конкурентов, в перспективе уничтожая модель открытой конкуренции свободного рынка. Потому что идеальный капитализм это в первую очередь открытая и честная конкуренция. Apple не является честным конкурентом. Сосредоточив у себя капитал, они просто уничтожают потенциальных конкурентов, становясь еще больше, еще больше сосредотачивая капитал у себя и еще более подминая под себя рынок, из-за чего рынок стагнирует. И я молчу про то, что с точки зрения IT-инноваций, Apple давным-давно скатившийся кусок, понимаете чего? Компания очень давно стагнирует, потому что нет конкуренции, потому что она всех купила. Опять же, для довольных коммунистов в комментариях нет. На большую монополию не надо отвечать тотальной монополией. Однако необходимо справедливо заметить, что не всегда покупка стартапа это что-то плохое. Зачастую это неопытные молодые компании, которые имеют интересные идеи, но не в состоянии их нормально воплотить по ряду причин. Нехватка бюджета, неправильная организация предприятия, неверно налаженные бизнес-модели просто опять-таки возвращаясь к первому пункту нет денег, нехватка бюджета. И крупные компании помогают некоторым идеям прорасти. У них достаточное количество денег, чтобы рискнуть и вложиться в непонятное что-то. Не стрельнет, ну значит запишем в издержки, ничего страшного, мы это все просчитали. Поэтому позитивный эффект от настолько богатых компаний тоже присутствует. Проблема в том, что они слишком сильно разрастаются. Поэтому, на мой взгляд, с беззубием и жалостью антимонопольного законодательства и комитета необходимо что-то делать. Наверное, мой посыл звучит следующим образом. Спасите капитализм.